Продолжение следует... Попробуем сформулировать тезисы к статье. Мы сегодня поговорим о тезисах, которые указываются в актуальности проблемы. В начале каждой статьи, ну и кратко они содержатся в аннотации к статье, так называемом абстракте, то, чем мы занимались в последнюю встречу. Это оценка того, в каком состоянии находится изучаемая проблема. Разберем это на примере статьи, которую мы продолжаем писать. Пишется это в разделе «Актуальность проблемы». Дисневая рецессия, часто встречающаяся стоматологической патологией как в России, так и в мировом масштабе. Ну, для такого глобального тезиса это, конечно же, очень мало источников, всего один. Что такое тезис? Это краткое, лаконичное, содержательное умозаключение, научное, которое подразумевает под собой некое устоявшееся понятие, взвешенное. То есть, проанализировав определенный объем данных, мы делаем вывод, что имеет место вот именно такая детализация или такое представление нашей проблемы. Это, конечно, не очень правильно сформированный тезис. Посмотрим, как он может выглядеть вот здесь. Рецессия Дисны – крайне часто встречающаяся патология в мировых масштабах. Ну, в общем-то, если мы имеем прицел какой-то не только на российскую науку и используем источники международные, то, конечно, правильно было бы говорить о том, что о мировых масштабах и оценивать именно в мире рецессии Дисны. И если все-таки при анализе источников мы поймем, что в России оно имеет какую-то особую встречаемость или какие-то другие особенности, только тогда выделять ее именно в тезисы. Тезисы являются результатом обработки результатов исследования и выводов. И вот это очень важно понимать. Я, наверное, себе какую-то потом структуру нарисую. То есть, как взаимосвязаны различные участки, различные части статьи с анализом статей и частями, которые мы берем за основу. Тезисы формулируются в нашей новой статье на основании того, что мы прочитали в выводах исследования или в результатах. Если выводы очень скудные или он там какой-то один, обобщающий вывод, тогда мы лезем в результаты и смотрим. Это позволит сократить большой объем времени на чтение статей, потому что по факту в обзоре литературы или в актуальности проблемы, как это может называться, в статье зарубежной или отечественной, все, что будет перечислено здесь до момента указания собственных исследований, мы встретим в источниках литературы к этой статье. Поэтому на самом деле имеет смысл, если нам она как-то подходит по теме, да, в прошлый раз мы посвятили большое внимание теме статьи, почему она так формулируется, какие слова в нее вложены, почему они являются такими вот осмысленными, и каждое слово, оно имеет свою смысловую нагрузку, и именно объединяя их в единой теме, мы формулируем по сути и цель исследования, и направление исследования, и предмет исследования, и своего рода какой-то результат, и вид исследования, это лабораторное, клиническое, гистоморфологическое, какое-то там комплексное исследование, или это обзор тех исследований, которые уже встречаются. Итак, первый тезис. Дисневая рецессия, часто встречающая стоматологическая патология как в России, так и в мировом масштабе. Ну, конечно же, раз мы говорим о мировом масштабе, хотелось бы сказать, как часто встречаются какие-то разные виды рецессий, или как-то сразу в первом тезисе детализировать проблему. Например, как это сделано здесь, хотя бы на одном зубе каждый человек имеет, это 87%. Множественные рецессии, то есть это на двух и более зубах, это 58%. И 25% в случае генерализованных рецессий. Наверняка здесь было бы три источника, ну или как бы один встречался бы редко. Это говорило бы о том, что мы читали обзорную статью, а не первоисточник. А нам, как истинным ученым, имеет смысл обрабатывать первичные источники, пионерские. То есть, когда люди действительно проводят исследования, они занимаются систематизацией, обобщением, обобщением своих данных, написанием обзоров и так далее. Потому что они упускают тогда много деталей. А наша задача на первичном этапе, наоборот, выделять детали, которые соответствуют теме, направлению, предмету исследования, структуре, виду исследования, ну и так далее. И прочим деталям и аспектам, которые мы хотели бы выбрать для своей научной деятельности и работы. Поэтому, конечно же, было бы правильно каким-то образом детализировать проблему. Тезис второй. Есть эффективные и безопасные методы лечения, предлагающие практически полное устранение одиночных и множественных рецессий десны. Ну то есть, стопроцентное закрытие поверхности корня зуба. Наверняка эта статья вообще была посвящена стопроцентному закрытию корня зуба. И у нее в такой же актуальности проблемы было перечислено несколько источников, которые говорят о том, что вот это стопроцентное закрытие поверхности корня зуба было выбрано именно как эффективный результат. И в этой статье могло быть описано несколько источников, которые мы берем на веру и говорим о том, что они эффективные и безопасные. Хотя на самом деле имело бы смысл это проверять и также брать первоисточники. Ну то есть, очевидно, что сам по себе тезис является слабым. Да, как бы с научной позиции. Понимаешь, да? Ты видишь теперь, что не все так однозначно. Да. Поэтому разумно было бы, либо здесь должно быть несколько источников, либо опять же мы ошиблись и читали обзор. То есть, как таковой первичной статьи, вот где был бы описан один метод только, или описано первично, когда вообще произошло вот это принятие методикой и кем оно было принято. Чикагская Академия Продонтологии, Европейская Ассоциация, Российская Ассоциация Продонтологии, кем-то еще. Кто вообще придумал, что есть такое стопроцентное закрытие поверхности корня зуба? Приведу пример из нашего опыта. Есть методики, где мы, оперируя зубы с рецессиями, в 6 миллиметров получаем результат, то есть мы из 6 получаем 2. Это больше 100%. Здесь не очень хорошая таблица. Есть у нас таблица. Суть в чем, что мы делаем из результата, который должен попадать в эти 100%, больше 133% мы получаем, 120, 108 и так далее. То есть получается, что наш результат не укладывается вот в эту систему показателей, хотя она действительно на самом деле является одной из общепринятых. Это первая проблема, с которой мы столкнулись, почему и стали заниматься вот этой как раз темой системного комплексного подхода. Потому что мы поняли, что надо все брать и разрабатывать с самого начала. И те методики, которые, ну методики ладно, а те стандарты, которым мы должны соответствовать, мы просто в них не влазим. Может быть, потому что действительно встречаемость этих рецессий в России, она другая. Или рецессии, они имеют же не только количество зубов, они могут иметь большую сложность. Класс рецессии, да, там глубину, убыль сосочка и так далее. Ну и еще другие показатели, которые уже выплывали позже. Поэтому первичным для нас надо просто начать заниматься какой-то проблемой. И можно ее рассматривать первично шире. И это наиболее правильный подход. Потому что изучение материала позволит, первое, распределить его на отдельные аспекты, ну как по папкам, да, как по внутренним подтемам. И второе, найти какие-то уникальные аспекты или детали, которые позволят по-другому посмотреть на изучаемую проблему. Вот мы здесь пишем все современные методики за последние 30 лет. Но на самом деле методов действительно, ну три основных, которыми мы на сегодня работаем. Это вот эти. Это операция Бьерн, это операция Санктис-Дукелли и Виска. Ну и действительно там на сегодня практически все врачи работают с любым пластическим материалом, там в области разного количества зубов, при лазном классе рецессии. Но так или иначе, методы все вот эти, они давно откатаны. Есть понимание результата, есть понимание подбора этой методики для конкретной операции. Поэтому в принципе действительно они дают качественно положительный клинический результат, как и мы пишем вот в этом тезисе. Но очевидно, что здесь источник должен быть, но не один. Потому что как минимум по каждой операции имело бы смысл подобрать хотя бы по одному источнику. И когда будут проверять работу на антиплагиат, ну и вот на эту научность, понятно, что если вы заявляете очень какие-то серьезные вещи, фундаментальные, а на самом деле и должны здесь быть заявлены фундаментальные вещи, тогда статья и будет носить какой-то серьезный характер. А не просто как научная записка, отписка или тезис. То и надо подбирать то количество источников литературы, оптимальное или адекватное, которое бы соответствовало обозначаемому тезису и подкрепляло само информационное наполнение и содержание того, что мы хотим отразить в тезисе. А какое количество источников считается адекватным? Вот, это очень правильный вопрос. Количество источников для тезиса в реальности зависит от степени изученности этой проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...